Северокорейские военные в Украине Российский полигон Сергеевский на Дальнем Востоке Судя по данным из открытых источников, эта база находится недалеко от границы с КНДР 18 октября Украинский центр стратегических коммуникаций сообщил, что на этом полигоне северокорейские солдаты получают российское снаряжение На данный момент уже появилось множество подтверждений того, что Северная Корея действительно направила своих военных в Россию Это заявления украинской и южнокорейской спецслужб, данные НАТО и в том числе США, а также спутниковые снимки и видеокадры Как сообщает украинская разведка, первые подразделения военных из КНДР уже прибыли в Курскую область Путин хотел захватить Украину, но под конец третьего года полномасштабной войны Кремль пригнал северных корейцев на помощь второй армии мира, чтобы остановить операцию ВСУ в Курской области Звучит как сюрреализм, но нет, это не фантастика, а реальность По оценкам Главного управления разведки Украины, численность переброшенных в Россию северокорейских военных Сейчас составляет около 12 тысяч человек Среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала Солдат комплектуют амуницией и гигиеной В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам Будет ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны России Юнусбека Евкурова Южнокорейские агентства сообщают, что на родине военные КНДР получали в среднем 1-3 доллара зарплаты Россия же готова платить наемникам около 2000 долларов в месяц Но и наемниками солдат КНДР в данном случае назвать сложно Ведь эти деньги не дойдут до самих военных и останутся у Ким Чан Ина Мы выяснили, что российская армия активно набирает корейскоязычных специалистов И подтвердили факт, что российские военные обучают северокорейских солдат Использованию различного военного оборудования Включая специальную подготовку по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов Также есть признаки того, что власти Северной Кореи перемещают и изолируют семьи военных в определенном месте Чтобы эффективно контролировать их и тщательно пресекать распространение слухов Министр обороны Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын продал свою армию Путину для войны против Украины Их даже наряжают в российскую форму, хоть и некоторые явные отличия скрыть сложно Под управлением российского командования, считает южнокорейский чиновник, солдаты КНДР станут пушечным мясом на поле боя Когда войска отправляются за границу, они обычно сохраняют цепочку командования своей страны И с гордостью проводят мероприятия в своей военной форме со знаками различия и флагом Соединенные Штаты также подтвердили информацию о подготовке северокорейских военных на территории России Мы видим доказательства того, что есть войска Северной Кореи, которые отправились в Россию Мы предполагаем, что эти солдаты прибыли морем из района Ван Сан в Северной Корее во Владивосток, Россия Затем они направились на несколько российских военных учебных баз на востоке России, где в настоящее время проходят обучение Спикер НАТО Фара Дахвала также заявила, что Альянс подтверждает присутствие войск КНДР на территории России В комментарии изданию Deutsche Welle она заявила следующее Союзники подтвердили факты о размещении войск КНДР в России Если эти войска отправят воевать в Украину, это будет означать значительную поддержку Северной Кореи незаконной войны России И еще один признак значительных потерь России на линии фронта По данным The Wall Street Journal в тексте соглашения о сотрудничестве между Россией и КНДР, который стороны подписали в июне этого года Был секретный пункт о возможной отправке северокорейских солдат на войну против Украины Если помните, летом Путин отправился к Имчаныну, где выпросил оружие и, судя по всему, военных Что же это за бойцы? И как Кремль может их использовать? Согласно данным, южнокорейской разведки в Россию отправили военных из 11-го армейского корпуса, проще говоря, спецназ Армия КНДР достаточно устаревшая, но в любом случае создаст для Украины дополнительные проблемы Очевидно, что российская армия на фоне больших потерь столкнулась с нехваткой человеческого ресурса Во-первых, северокорейских солдат могут использовать для охраны российской границы в Брянской, Белгородской или Жекурской областях Напоминаю, что уже скоро пойдет четвертый месяц, как ВСУ продолжает свою операцию на российской территории И удерживают позиции в Курской области Во-вторых, военные из КНДР могут заменить россиян в тылу на оккупированных территориях Украины Российских же военных в таком случае перебросят на линию фронта И третий вариант – это использование северокорейских военных в боевых действиях в виде штурмовых отрядов Правда, остается неясным, как северокорейцы на фронте будут выстраивать командную цепь с российскими военными Ведь там они столкнутся с языковым барьером Иронично, но, скорее всего, с помощью английского языка, который могут знать офицеры Вот и получается, что Путин, который уже почти три года рассказывает о каких-то войсках НАТО в Украине Сам вынужден использовать наемников другой страны, которые к тому же будут общаться на английском В общем, и первый, и второй, и третий вариант позволит российской армии и дальше использовать тактику мясных штурмов О том, что самих северокорейских солдат могут использовать как пушечное мясо В комментарии France 24 заявил экс-координатор группы экспертов ООН по Северной Корее Хью Гриффитс По его оценке, качество войска КНДР оставляет желать лучшего Украинцы будут бомбить их, и вы увидите поражение Северной Корее Они будут гибнуть, не добьются никакого прогресса, они не дойдут до Киева на российских танках Для них все пойдет не так, как планировалось Конец цитаты Хью Гриффитс прогнозирует, что из-за этого бойцов из КНДР охватит страх И вероятнее всего это приведет к массовому дезертирству Но, в свою очередь, сотрудник корейского фонда в Чатам Хаус, Эдвард Гауэлл Считает, что лидер КНДР, скорее всего, учел это Когда разменивал людей на деньги, продовольствие, военную помощь и спутниковые технологии Которые Северная Корея получает от России Выгода слишком велика, чтобы Северная Корея подумала Мы совершили ошибку, давайте не будем отправлять наши войска в Россию Единственное, чего действительно хочет северокорейский режим Это быть признанным лидером де-факто ядерного государства Если интересы Путина кристально понятны То неужели Ким Чен Ына в этой ситуации интересуют только деньги и технологии И почему Южная Корея крайне остро восприняла информацию о северокорейских солдатах в Украине Трехдневный поход на Киев обернулся для Кремля тем, что Россия больше не сможет продолжать войну против Украины Без поддержки со стороны Северной Кореи, Ирана и Китая Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что война закончится Если Иран и КНДР прекратят военную помощь, а Китай поставки товаров двойного назначения и компонентов Мы знаем, что Россия несет чрезвычайные потери на поле боя благодаря храбрости и эффективности украинских военных Отметил Вуд во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН Актуальность вопроса о катастрофических потерях российской армии в войне против Украины возросла после информации о том, что Путин был вынужден привлечь солдат КНДР Вот, например, что заявил по этому поводу координатор по стратегическим коммуникациям Совета Национальной Безопасности Белого Дома Джон Кирби Давайте проясним, если северокорейские солдаты действительно вступят в бой Это будет свидетельствовать о растущем отчаянии России в ее войне против Украины Россия терпит колоссальные потери на поле боя каждый день, но Путин, похоже, намерен продолжать эту войну Если Россия действительно вынуждена обращаться к Северной Корее за людскими ресурсами, это станет проявлением слабости, а не силы Кремля Или вот, например, как информацию о военных из КНДР прокомментировал президент Финляндии Александр Ступ Я думаю, мы просто видим, насколько отчаялась Россия Задайте вопрос любому человеку в мире Хотели бы вы, чтобы северокорейские солдаты сражались на вашей стороне? И, вероятно, ответ будет нет Именно поэтому мы видим этот акт отчаяния со стороны России, у которой не так много союзников в мире Она полагается на иранское оружие, на северокорейских солдат Куда уже хуже? Если России приходится призывать на помощь северокорейские войска, это многое говорит о состоянии ее дел Заявил министр иностранных дел Норвегии Схожее мнение выразил и министр обороны США Ллойд Остин, когда заявил о том, что у Путина проблемы могут быть куда серьезнее, чем многие представляют Если он уже вынужден просить не только оружие, но и войска у Северной Кореи Очевидно, что ресурсы в тюрьмах и российских провинциях заканчиваются Желающих воевать даже за космические выплаты становится все меньше Привлечение северокорейцев это попытка пополнить армию РФ хоть на сколько-то обученными военными в короткие сроки И если в этой ситуации интерес Путина понятен, то какую выгоду для себя видит Ким Чен Ын? Северокорейский диктатор ничего так сильно не боится, как смены своего режима Этим они с Путиным похожи Ким Чен Ын хочет иметь ракеты, способные достичь любой цели на территории США Что, как он считает, даст его режиму определенную степень защиты Сейчас КНДР передает России оружие людей в обмен на технологии для тактического ядерного оружия Как пишет издание The Economist, ссылаясь на комментарий главы украинской разведки Кирилла Буданова Россия помогает Северной Корее обойти санкции и укрепить свой ядерный потенциал Так Россия передает некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и система запуска подводных ракет Но это еще не все Ким Чен Ын хочет, чтобы его армия набралась опыта в реальном бою И это та причина, по которой сейчас так сильно напряглись в Южной Корее Ведь обратите внимание, Сеул сейчас воспринимает присутствие войск КНДР в войне России против Украины Как угрозу собственной безопасности Южную Корею волнует факт, что те северкорейские солдаты, которым удастся сохранить свою жизнь, наберутся боевого опыта и научатся управлять дронами Таких знаний нет ни у кого в мире, потому что только Россия и Украина сейчас ведут настолько масштабную дроновую битву Так что потом эти северные корейцы могут вернуться назад к себе в КНДР и обучать там остальных военных Поэтому эта ситуация действительно опасная для Южной Кореи Поэтому Сеул уже раздумывает над тем, чтобы направить своих военных специалистов в Украину Поэтому присутствие войск КНДР на войне России против Украины выходит за границы региональной битвы До недавнего времени Северная Корея считалась скорее региональной угрозой Пишет в статье для сайта Берлинского фонда наука и политика Элизабет Зу специалист по обычным и ядерным вооружениям КНДР И по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Однако самое позднее с тех пор, как Россия начала использовать против Украины артиллерию и баллистические ракеты из Северной Кореи Стало очевидным, что Пхеньян участвует в разжигании конфликтов далеко за пределами Северо-Восточной Азии Именно по этой причине Южная Корея сейчас рассматривает план отправки в Украину военного и разведывательного персонала В ответ на привлечение подразделений из КНДР к войне на стороне России Военные разведчики могли бы проанализировать северокорейскую тактику ведения боя Или принять участие в допросах военных из КНДР, если они попадут в плен Власти Южной Кореи также рассматривают возможность и прямых поставок вооружений Украине И об этом сейчас поговорим Привлечение северокорейских войск к войне на стороне России создаст новые проблемы для Путина Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уже заявил, что Сеул не будет сидеть сложа руки Глава государства отметил, что его страна готова принять меры, пишет Associated Press Если Северная Корея направит специальные силы на войну в Украину в рамках сотрудничества России и Северной Кореи Мы будем поддерживать Украину поэтапно И также рассмотрим и реализуем необходимые меры для обеспечения безопасности на корейском полуострове Заявил глава государства По его словам, Сеул готов отправить оружие в Украину, так как присутствие северокорейских войск в России является провокацией, угрожающей глобальной безопасности не только на корейском полуострове, но и в Европе Хотя мы сохраняем принцип недопустимости прямых поставок летального оружия, мы также можем более гибко пересмотреть нашу позицию в зависимости от уровня военных действий Северной Кореи Подчеркнул президент Южной Кореи Южная Корея, которая является крупным экспортером вооружений, предоставляет Украине гуманитарную помощь Но до сих пор она сопротивлялась призывам Киева и НАТО о прямых поставках оружия Украине Южная Корея же имеет значительные запасы оружия и боеприпасов, которые так важны для Украины в защите от российской агрессии В частности, миллионы артиллерийских снарядов Сеул и так был союзником Киева, но теперь у Южной Кореи появились дополнительные личные мотивы помочь Украине победить Американский институт изучения войны пишет, что Кремль попытался смягчить ситуацию, поскольку беспокоится о том, что Южная Корея отправит военную помощь Украине И что обострение отношений с Сеулом ударит по безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ранее Южнокорейский МИД вызвал посла России на ковер из-за сведений о привлечении войск КНДР на войну Однако в Москве попытались скрыть дипломатический скандал и представили это как добровольную встречу Северная Корея все активнее включается в войну России против Украины О систематическом снабжении воюющей армии РФ боеприпасами из КНДР известно уже достаточно много Согласно различным подсчетам, Северная Корея могла отправить в Россию за последние два года более 5 миллионов снарядов Таким образом, Пхеньян сегодня играет для России роль чуть ли не решающего поставщика Некоторые могут оппонировать, но ведь союзники Киева также помогают Украине с вооружением Вот только подобные аргументы не выдерживают никакой критики Эта Россия напала на Украину Эта Россия ведет неспровоцированную войну против Украины для того, чтобы захватить ее территории и уничтожить ее население И эта Россия выступила одним из гарантов безопасности Украины, когда Киев отдал свое ядерное оружие, а потом вероломно напала Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не выступает за предоставление ей ядерного оружия, от которого она отказалась по Будапештскому меморандуму в 1994 году Но тогда страна не получила действенных гарантий безопасности и поэтому настаивает на членстве в НАТО сейчас Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие Да, мы не просим этого Моя позиция очень четкая Мы отдали, но ничего не получили И мы получили только полномасштабную войну и много жертв Поэтому на сегодняшний день у нас есть только один выход Поэтому нам нужно НАТО Сказал глава украинского государства Поэтому первый пункт плана победы Украины, который представил президент Владимир Зеленский Это приглашение Украины в НАТО сейчас И поэтому в третьем пункте глава государства предлагает союзникам Пока Украина не стала участникам альянса разместить на территории Украины Некий неядерный стратегический пакет сдерживания Который будет достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России И одна из первых стран, которая призвала начать обсуждение этого вопроса Франция А недавно председатель комитета палаты представителей США по разведке Майк Тернер заявил, что Вашингтону стоит рассмотреть возможность принятия прямых военных мер В ответ на отправку военных КНДР в Россию Вот только пока вопрос рассматривают Войска Северной Кореи уже разворачиваются на фронтах войны России против Украины А как Вы считаете, о чем говорит тот факт, что Путин вынужден просить оружия и военных у КНДР? Пишите в комментарии под этим видео на YouTube в каналах Freedom и Freedom Life Интересно узнать Ваше мнение и обязательно подписывайтесь на наши странички YouTube Я же прощаюсь с Вами до следующего выпуска Пока Субтитры сделал DimaTorzok